Будучи молодым парнем, еще до того, как ты познакомился со своей будущей женой Светланой, ты уже знал, что ты будешь пастором. Бог тебе уже говорил, и ты уже чувствовал, что помазание пастора на тебе. Но когда ты вошел в пасторство, Бог перевел тебя на следующий уровень, в апостерское служение, где ты начал ездить, насаждать церквя по бывшему Советскому Союзу в Европе, и из пастора ты вошел в статус апостола, знал ли ты до этого, говорил ли тебе Бог уже, что Бог ведет тебя в это служение, или оно как-то произошло спонтанно, ты вошел, были какие-то пророческие слова, которые... Потому что многие люди задают вопрос, как мне найти себя, кто я, как мне узнать, кто я. Как ты вошел именно в апостольское служение? Сразу скажу, что я не знал, и мне открыто не было. Я знал, что я буду помогать людям, но я помню этот момент, где, знаете, каждый мальчик в процессе становится отцом. Все понимаете? То есть и я понимал, что мое служение... Мне не было Иисусом открытое, но я понимал, что мое служение начнет касаться людей, и это начнет рождать что-то. И моя дилемма была, Господь, что с этим делать, потому что я ненавижу позицию доминации, я ненавижу христианские пирамиды, я не хочу быть человеком. Для меня завет — это я хочу кого-то вывести на свой уровень. Кто-то понимает, да? Это друзья, это взаимоотношения, это не дочерние церкви, это не кто-то ниже меня, я вообще не верю, кто-то ниже, выше. Я верю, мы по возрастам, но все, кто сейчас в возрасте, может быть, маленьком, все вырастут в зрелый возраст. Кто-то понимает, да? То есть для меня нет выше-ниже, для меня есть зрелость во Христе, и мы все туда доходим. И отвечая на этот вопрос, да, потому что вопросов у нас много, сегодня будет интересно, отвечу одно, что я не знал, и Иисусом мне это показано не было, но я понимал, что туда оно идёт, и нужно будет что-то с этим делать. То есть много людей, они молятся, они пытаются распознать, кто я в Боге. То есть сразу Бог может тебе открыть твои предназначения, или потом по ходу твоего роста ты будешь входить в какие-то новые двери, будут открываться тебе по ходу уже твоего служения. Я знаю одно, что Иисусом, когда Иисус ко мне пришёл в 93-м году, Он мне много чего открыл, но я сразу говорю, у меня это было стёрто с памяти. То есть я не могу это вспомнить. Может быть, мне Иисус тогда это показал, но это было забрано от меня. Да, поэтому, и если кто-то хочет войти в своё призвание... Смотрите, многие люди хотят войти в позицию отцов. Я скажу, что это неправильно. Ты должен соответствовать той позиции, которую Иисус для тебя предназначил. То есть для меня я никогда не рвусь. Если вы слышали мои последние проповеди, я всегда говорю, самое лучшее место — это место, которому ты соответствуешь по духовному возрасту. Ты никогда в нём не будешь мучиться. Некоторые люди говорят, почему на меня нападают бесы? Скорее всего, ты идёшь туда, где на тебе нет охраны. Потому что Бог охраняет то, что Он активирует и когда Он посылает. Многие служители сгорают только по одной причине. И я со своей командой пасторов, мы постоянно общаемся. Я говорю, ребят, растите естественно. Я говорю, вы естественно дозреете из мальчиков в отцов. Не прыгайте в молодом возрасте в что-то, что вы духовно не тянете. Потому что да, Иисус тебя исцелит, но Он не может охранять то, куда Он не посылает. И здесь нужна мудрость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова